Евангелие от Матфея, 21 глава, 33 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал тащило, построил башню, и отдав его виноградарем, отмучился. И обратить внимание хочу только на ограду, потому что притча очень объемная. 13 глава Евангелия от Матфея вся состоит из притч. И без притчи написано, не говорил ничего. И они наедине спрашивали, он растолковывал, почему? Когда человек не готовый к этому слышать и нарушает, это намного строже. А когда не понимал, не слышал, взыскать с него меньше будет. Кто много получил, строго будет наказан. Что такое ограда? У нас ограда строится, чтобы скотина не вышла, птицы не улетели. В Библии об этом не говорится. Говорится ограда от проникновения извне, в нее. Вот об этом надо подумать. Что именно у нас мешает всего? Служить Богу. Незнание Слова Божия. Это на первом месте. Если любите меня, Господь говорит, проверить очень легко. Соблюдите мои заповеди. А какие заповеди? С людьми разговариваешь. Вот в 50 человек мы решили проверить. Для чего они крещение принимали, деньги заплатили. Ни один не мог ответить. Ни один. Почему до 85% у баптистов люди, пришедшие в православие? Я Бога не узнал, мы им в это поверим. Проповеди-то нету. Даже путь хаму архиерейска, патриаршное служение. Я стоял на площади, когда патриарх Алексей II открывали памятник просветителям, Кириллу и Мефодию. Я не видел время. Сколько? Ну, не меньше 15 минут. И Слово Христово не прозвучало нигде. А вот наука, вот что как получили, мы были бы другими. Сколько оград? Трудно определить, потому что настолько разное. Подержи там глаголы по другим именам. Я насчитал где-то 164. Вот подойдете, посмотрите, какая красивая ограда вокруг храма. Отчего? Чтобы оттуда не проникли, не попортили, да и так безоградный дом какой. Мы видим, как в раю человек согрешил, и Господь изгнал его. Сразу ставят вопрос, а как проник туда змей? Двери были открыты, ворота открыты, да. Когда мы считаем о вечности, говорится, какое-то царство небесное, и, говорит, врата не будут закрываться. Ни они, ни одно, ни два, добираться. А почему опасности нету? Грешники заперты в преисподней. Все, кончилось. Вот, когда Адам все грешил, мог он вернуться обратно. Мы об этом считаем. В Бытие 3 глава 24 стих. Когда Господь изгнал его, и в воротах поставил Херувима с мечом обращающимся. То есть, мы его не видим меч, он как молния сверкает. То есть, пройти никак нельзя уже туда. А что это означает? Ограда Слова Божия. Повторяю. Когда пастырь приходит, он заходит дверью, написано. А вор приходит, Индия, перелазит через ограду. А почему? Потому что он вор. Сколько людей, которые называли себя Христами, где они? Христос пришел. Считается 190 пророчеств, которые указывали прямо на пришествие Христа, на его кончину. А которые другие приходили, они только подлаживались. Когда Антихрист придет, он постарается во всем подражать Христу. Вы знаете, кто его посрамит? Дети, которые разговаривать не могут. Он не может устроить хвалу от грудных детей. Когда посылали ветви, крещали. А сам на высшие благословение грядущего имя Господня. И дети на руках матерей крещали эти. А пророчество говорит. И дети его запьют, и посрамят врага. Сатана это не сможет войти. Дети, огражденные крещением, ему недоступны. И они крещали, а он не сможет это сделать. Вот когда, если в Писании, не знаешь, ты думаешь, что нельзя такие чудеса сотворить мертвых. Ну, призрачно. Как будто бы воскрес, а на самом деле не воскрес. Но ребенок крещит явно. И слова ясно, четко произносятся. А сар на вышних. Вот к этому надо детей научить. Мы не только будем полагаться на то, что это было, а то, что должно быть. И вот смотрите, как ограничения какие. Вот у меня в руках Святая Библия. Ограничена не корочками, а святыми канонами. 85-е апостольское правило канон. Перечисляются все книги. Пяти книжи Моисеева, Тора. Это главная еврейская Тора. Пять книг Бытие, Исход, как они вышли, Левит, Числа, Торозакония. Первый закон потеряли, Господь Торор 5. Начинается. Вначале сотворил Бог буква В. Заканчивается мягкий знак. Аминь. Все. Четыре места в Святой Библии, которые говорят, не добавить и не убавить. Если кто добавит, Бог наложит все язвы, которые описаны. А если отнимет, отнимет участие в книге жизни. Этим заканчивается Библия. Будьте очень внимательны, потому что многие сегодня получают Библию, приходят, даже я по интернету, прочитают некоторые места, ну на выбор так. Он откроет синодальное издание. Если не синодальное, совсем другой перевод. Свидетельствую всему миру постоянно, синодальный перевод православный за 2000 лет самый лучший. Переводит, как правило, один человек. Это перевод четыре духовные академии. И поступающие переводы, которые уже за месяц были сделаны, поступали в синод. В синоде три дня присутственные. И один посвящался рассмотрению поступающих частей нового перевода. Двое переводчиков уже канонизированы, как митрополит Филарет, Алтайский, мы считаем про него, Глухарев, Архимандрит. Ему Господь открыл. И он знал так писание, как может быть никто. Мне приходилось беседовать с чистопородным евреем Александром Мель. Я спросил, он работает с архивами, на еврейском языке считает. А вы можете перевод сделать, вот как сделал, допустим, Герасим Петрович Павский, перевод Матфея, Цалтырь, это его. Архимандрит Макарий Алтайский, Глухарев, он это знал. Отец Александр сразу от меня, он так отшатнулся, с таким как бы испугом. Да вы что, таких переводчиков вообще сегодня на земле нет. Я прошу, никогда не верьте, что в нашем переводе какие-то ошибки. Нет. Проверяли самые лучшие люди. Они проверяли не только как это по-латыни, как греческих, четыре перевода, Симаха, Феодитона, Акила и Семидесяти, Септуагинта. Они проверяли, как вот эти слова понимал Златовус. Слова очень многозначные. Вот человек говорит, я увидел косу. Догадайся, что я увидел? Один костит траву, другой вил красивой косавой девушке, а третий видел, как корабль уткнулся в берег, сел на косу, как Павел пишет. Таких слов очень много. Есть слова, как душа, 18 значений. 18? А как узнавать? Ну, по смыслу, только больше никак нельзя узнать. Повторяю, когда мы смотрим вокруг, все вокруг проповедует о Христе, о славе Его и о Священном Писании. Ну, тесто знаете, как замешивать. 13 глава Матфея. Женщина взяла три белые руки. Ты же берешь это, три кружки там высыпала. Положила закваску. А дальше начинает разъяснять. Бог постановил пределы отношения детей к родителям. И родителей к детям. Не переходи эту ограду. А что такого? Да ничего. Он растет, хулиганит. Родители приходят домой, утащил одно, промотал наркотики. Библия строго решает вопрос. Родители ничего не могут сделать, а Библия предусмотрела. Пойдите, скажите стражам своим, старейшинам. Его допрашивают. Родители. Вы уверены, что она там пьет и проматывает? Да, вот и пьяница написано. Родители положат на голову руку и скажут, он вот и пьяница. И в этот день его должны убить камнями. А потом учителя будут приводить туда делегацию, учеников, показывают. Вот непослушный родитель где лежит. Сколько сегодня беды. Как описывает угорцев, это считается смертный грех. Один приходит с пашни и рыдает. Отец. В чем дело? Он только повторяет. Сын мой. О, сын мой. Все думают, он зверь его растерзал или в ущелье упал. А то не где-то, а в Чечне. Он говорит, нет, хуже. Что может хуже? Люди не знают, что делать-то. Сын мой ударил меня. Казалось, говорит, небо на землю опустилось. А каждый схватил, что в руках есть. Где он сейчас? То есть он до утра не должен жить. Он перешел через эту грань. Он говорит, подождите, я не все сказал. Когда-то я был молод. И были мы на поле вдвоем с отцом. И я ударил его. А сейчас погляднел только. Едва прошептал. Сын мой, ты так дорог мне. Но я ничего не смогу сделать. Принет время, сын твой, поступи с тобой так же. Поэтому дети должны видеть только эту грань. Нигде на родителей не подниматься. Не относиться худо. Не говорить плохих слов. Запрещать другим. А родители, не будьте слишком строги, чтобы дети знали, что сейчас молитва наступает. И они с радостью бежали. В Барнауле была такая... Она сидела не один раз. Больная женщина. И у нее сидишь как. Бегает по улице, забежит. Мам, давай помолимся. Я почему говорю, там, баптисты и другие. Доброе везде нужно брать, как пчела, которая летает, как говорит Серафим Саровский. Собирает мюджи с одних цветов. Не с липы только. С подсолуха, с репейника и везде. И одновременно почти убыли. Ребятишки бегают. Вот Спиридон об этом пишет Кисляков. Я был непослушный. Забегу домой. А мама стоит. Господи, вот он, Миша мой, не слушается, меня плачет. И я на колене встану и плачу с ней вместе. Это Архимандрит, который оставил прекрасное наследие. Я знаю только одного. Когда он был полковым офицером и увидел, сколько погибает, что он гнал людей. Это Первая мировая война. И он написал, сохранили эти тунды, сейчас публикует. Больше я ни от кого этого не считал. Получает ордена, все. А с чем кончилось? Сколько этих дверей у нас было? Про двери, про трубу нигде не написано. Про двери мало. Окна мало. А про ограду буквально везде. Отношения мужчины к женщине. Женщины к мужчине. Сегодня грань сломана. И Содом и Гаморра, и пять окрестных городов были сожжены. И главное сегодня как? Если кто-то их преследует, которые сломали эту ограду, Богу это противно, мерзко. Они их не принимают. Один выступает и говорит, вот было такое дело, а кто называется у них пресс-фитер? Где-то в Норвегии. Ну и вот слушают. Он говорит, никогда нельзя этого делать. Нельзя. Апостол Павел говорит, и оставили естественного предъявления женского рода, заменив его мужчиной, делая срам и получая в самих себе должное заблуждение. Он просчитал. Его арестовали. Два года. То есть разврат, дикий, бесовский, захватил умы правителей мира. И поэтому готовится огонь. Потому что Бог выжигает все непотребное. Мы видим, что Слово Божие нам говорит об ограде. Чтобы мы знали, где эта ограда проходит, нужно читать Священное Писание. Поставьте письмо за правило. Хотя бы одну главу Ветхого Завета и одну главу Нового Завета. Я вот разговариваю иногда по интернету с мусульманами. Я говорю, а почему вы свою книгу не знаете? Ни одного, 2600 человек, и ни один не считал. Ни один. А у вас что, лучше знать? Да нисколько не лучше. Вы поговорите. Ну это вы знаете. Слышите Слово Божие. А основной-то народ-то ходит-то. Любой с улицы заходи и только прищищайся. Счаще исповедуйся, прищищайся. Существует определенная эпитемия. За какие-то грехи ни на кого не накладывается. И когда священник не накладывает эпитемию, а это грань. Это ограда. Гибнется священник и того, кого прищищает. Это Ян Златоуц говорит так. Поэтому, куда бы ты ни пошел, имей ограду. Вы сегодня дома. Завтра пойдете учиться в город или работать где-то. Где-то ругаются. Это оградь. Мои уши не должны слышать эту мерзость. Отойди. Ты услышишь, говорят богохульные слова. Люди сквернословик. Называется матерщина. Ты скажи и отойди в сторону. Может сейчас Господь их поразить за это. Мало того, Божья Матерь ругается. Я слышал многое о том. Ограда сломана. А считаем мы песни песней. Я считаю ограды, как шахетина сломана. Ловите нам лисиц или синят, которые проникли в сад. Они портят виноградник. Это злые люди. Это злые дела. И грань сломана. Какой бы вопрос ни возник. Только так. А что об этом говорит Святая Библия? Я в разных диспутах участвовал. И от кого не ожидал это. Ну, просто спор разгорелся. А хозяйка подошла и говорит. Вот вы говорите, и говорите. И пописали, и как будто правильно. Ну, почему не открыли ни разу-то? Откройте Библию. И все встало сразу на место. Я говорю, что мне приходилось очень знатных людей видеть. Новосибирский академ-городок. Огромная аудитория, актовый зал. Там профессора и академики сидят. Я вот так с Библией перед ними был. Я говорю, вот эта книга отвечает на все вопросы, какие есть у людей, кроме одного. Все схватаются. А какой? Когда это будет? Не ваше дело знать времена и стройки. Мы не знаем границу, где наша душа. Выходит она. Павел говорит, и видел я до третьего неба. Не могу сказать, в теле был или не в теле. То есть вот эта грань, эта ограда сокрыта от человека. Бывает у человека клиническая смерть. И душа выходит. Вот, может, видите, сбежавшие из ада фильм показывают. Она делала опыты. Крыша плоская. И она там каждый день выкладывает буквами что-то. Там сколько? Десять этажей. А операция на втором этаже. И она... Такие странные слова. Утки. Скоро вас стрелять будут. Улетайте. И когда этот человек, который обмирал, его восстановили. И он говорит, я видел врача. Я что видел? А потом видел там написанное на крыше. Как он мог знать и видеть? Ответ один. Это душа. Он никак не мог видеть. Он лежал без сознания. Морфием накаченный чем-то. Безболивающий где-то. Вот ограничение. Смотрите, гарантия. Садишься на стул, спинка, чтобы не опрокинуться. Это ограда. В разговоре какая ограда? Ограда за оградой. Бог нам останавливает. Где-то что-то. Вот заметьте, сейчас правительство поставило ограду. Происходит не война, не говори война, а военная спецоперация в Украине. Если ты там начал, как называют, неправду распространять, фейки, вот в таком-то месте, там русские насиловали женщин, прости господи, пишут об этом. Дума сразу заседать села и закон выбили. 15 лет. За убийство 7 лет. Одно только слово вот это вот. Поэтому на эту тему старайтесь не разговаривать вслух. А лучше помолиться. Я вам говорил, что недавно я услышал, увидел патриарха, стоит рядом с президентом русским, а дальше главный военкомандующий Сергей зовут, и патриарх просит молиться за президента, молиться за военных, чтобы по воле Божьей было все. Это нам не запрещено. Вот на молитве у нас 5 утра начинается. Некоторые из ваших братьев приходили, знают. Это особое время. Сон дам не только для отдыха, говорит, златоуст, но и для молитвы. Тело наше орошается слезами, и душа воскресает. Поэтому, что бы ни было, да это все вчерашнее. Сегодня может быть все по-другому. Вот у нас здесь ограда, посмотрите где. Вот зерно, которое человек сажает, сажает все у него, какие стены, и как оно давит изнутри. И снова уже сторож должен быть нет, ворует. Были здесь, оставляли мешки. Я встретил человека, как приезжал сюда, и мешки воровал потеряли. И ночью. А другой овечек воровал в ограде. Хорошая породистая овечка была, кажется, у батюшки. Нашли только там где-то в лесополосе. Я тоже с честным человеком переговорил. Что ж ты делаешь-то? А града у нас здесь. Начало мудрости, страх Господень. Если страха нет, потеряно, все, лучше бы ты не родился. Какое бы дело ни начал делать, понимаешь, все видимое временно, невидимое вечное. Если оно вечное, и будет суд Божий. Вот застолье я как раз епископу Новому говорил. Он называется Славгородский Каменский. Звать его Антоний. Вчера это у нас было здесь. Кто был, знает где. Я на эту сказал тему. Очень строго. Он ни слова не возразил. А потом мы далеко ходили, все еще об этом беседовали. Я им сказал, писание не знают священники. Я ему дал просчитать. Он не может просчитать готовое. Дал книгу свою, там написано вот такой вот абзац. Он-то ошибок 10 сделал. Один еще. Ну, из их же, среды. Семинария, академия. А для чего семинария, академия? У меня один ответ. Для того, чтобы можно было оправдать любое безумие. Что бы ни делали. Кто бы ни был. Строгости никакой нет. Почему такие смелые люди бывают? Потому что с детства это вкладывают в него. Вот в Японии национальный культ канзио. Никогда не стонать. Зуб привыкли. Вот такой ребенок, он упрется и в виду не подаст. И поэтому нужно бояться Бога. Ты никого, сынок, не бойся. С тобой Бог. Большинство там, где Бог. Побегали, поиграли. Пришли домой. Там кто-то мама, кто-то папа, тято. Давайте помолимся. Ну, немного, минут пять. И ты увидишь, как настроение будет настраиваться на воздушную волну. Потому что падает башня. Много аварий. Ездим по дорогах. На дороге. Сообщение какое было. Лопнуло колесо. Я попадал в такое. И машину сразу бросило влево. Влево, а тут идет Татра. И сразу же стекло разбилось. И матушка вылетела. И прямо под эту тяжелую машину. Дети остались живы. А батюшка, я не знаю, неделю жил или не жил. И переживаниями ударился. Поэтому, уезжая из дома, оглянись еще раз. Какое счастье Бог дал. Мы ограждились стенами. Проникает свет. У тех людей не было. Они бычинный пузырь мочевой. Оскабливали и вставили в окно. У нас все есть. Ограждение от насекомых. От всего, что снаружи мешает нам правильно вести жизнь. Отдыхать. Отдыхать не дает. Как электричество изобрели для нас, Далим. Ты понимаешь, тьма раздвинулась. Ограждение поставлено. Куда бы ты ни глянул. И ты везде должен увидеть, что об этом Бог говорит. Вот мы с детьми идем. Я в начале детского лагеря 45 лет. Вот мы идем, как называется, дорога, еще как путь, а еще как, ну дальше, стезя. Что в Библии говорит об этом? В каком месте? И вы с детьми старайтесь вот так вот, походя, и вводить его в то, чтобы вся природа, все законы, правильно законы, заговорили в нашу сторону. Чтобы дети к чужим не подходили. Я говорю, вот я подошел к Барнаволе потерянным. Я спросил, это что, все потеряно? Это маленькая часть. В одной Москве за год, говорит, 7 тысяч потерялось. А как? И тут же вскоре поставит ролик. Дети лежат в ящике, обложенные льдом, умершленные, отправляются в Китай. Матери львут стоят, пьют их на лещу. А куда вы тело одеваете, когда вы органы продаете где-то туда? Барен достигаем. Насколько это, наверное, ролик, кстати, официально поставлен, на берегу захватили. Поэтому берегите все, что вокруг нас. Заходите туда с рассуждением. Уходя из дома, как бы прощаясь. Есть такой благочестивый обычный у православных. Уходя из дома, на учебу, три поклона в передний угол, к родителям. Благословите, и путь тебе открыт. Вернулся так. Скажи, какие у тебя учителя? Сколько они с тобой занимаются? Что ты принес новое? Порадуйся, учителя все верующие. У нас грань поставлена, ничего безбожьего не заносить. И Бог нас здесь хранит. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok